Значит, слушайте, вот с этим отрядом Мурумцева произошло что-то очень важное, не столько даже с самим отрядом Мурумцева, не столько в явлении, а в том, как оно было прочитано людьми, как оно было услышано, как оно было интерпретировано. Огромное число людей восприняло это как русский бунт за правду, за правду какую-то, не только антиментовскую, а за правду какую-то с разной степенью национализма, против такого классового национализма, против богатых иных, за нас бедных русских, против ментов тоже отдельно. То есть, это была тоже как бы война антиментовская, в которой менты все крышуют, преступные бюджеты и так далее. Кроме этого, это было воспринято как некая надежда на русские повседневные армии и так далее. Понимаете, я заинтересовался событием, но в самом событии очень непонятно все, роман Мурумцев существует или нет. Это офицер ВДВ или это урка, которая действительно, как его мать говорит, он просто скрывается сейчас во Владике, потому что боится, что его пристрелят милиция. Просто он только что вышел из тюрьмы за какое-то фальшивое манечество, что последняя у него судимость. Вот. То есть, это герой или это просто урка и так далее. Вообще, с самой собственной историей про Мурумцева и его отряд дико все непонятно. Ну, совсем все непонятно. Уж больно разрозненные данные. Меня больше интересует то, как люди это прочли и услышали. Меня больше интересует то, что полыхнуло в душах у реципиентов информации. Вот меня это интересует. То есть, мы как ждали этого Мурумцева. Вчера один слушатель позвонил мне и сказал, а знаете, я думаю, Мурумцев выдумка, но я так хочу, чтобы это было реальностью. Понимаете? То есть, как бы его ждут. Ждут какого-то мстителя народного, антиментовского, антибуржуазного, антикриптократического, антикоррупционного, какого-то специального человека, которого мы готовы наделить качеством святого. Но я спрашиваю людей, а что бы вы сделали, если Мурумцев постучался вот с автоматами, со всеми делами, со своим отрядом к вам в дом? Представьте себе, что вы на даче, в квартире. И к вам стучится Мурумцев со своим отрядом и говорит, что он хочет войти. Вы не представляете, что люди отвечают? То есть, они вообще не боятся. Они говорят, мы бы его накормили, напоили, утром проводили бы. Я говорю, подождите, ну а вдруг он, эй, ну всяко бывает. Нет, все верят в его вот существо святого мстителя. Это странно. Это нас характеризует. Это нас характеризует, а не Мурумцева. Это нас характеризует, а не Дальний Восток. Это же мы-то здесь. Значит, мы все ждем такого святого мстителя. Антикоррупционного, антивинтовского, антибуржуазного, антиклиптократического. Понимаете? Это значит, что нам срочно надо что-то менять. Но это значит, что мы не видим решения на своем уровне. Мы видим решения на уровне чудесного героя. Чудесного героя, который провозгласит себя истинным царем и так далее, и так далее. Это Пугачев, Разин, Болотников, ну или вымышленный Дубровский, там, капитан Копейкин. Понимаете? Какая тоска, тоска по святому мученическому разбою, что ли. Вот такая вот. Потрясающе, интересно, уникально, забавно. Может быть, это просто шайка, просто шайка, которая боролась с ним там, срой шайкой, там, за нелегальные бизнесы. Но мы не позволили им быть просто шайкой. Что-то, что-то, что-то в нас такое зреет. Не акция, не желание действовать, а желание, чтобы что-то случилось. Мы полны тайных предчувствий, как Наташа Ростова перед балом. Мы, как нация, безусловно, женственная Россия, очень женственная нация. Но это полны предчувствия, что он, он, деятельный, очень-очень-очень пахнущий мужчиной, придет и в России что-то изменит. Мы опять импотентны, как гражданская нация. Мы опять ждем чудесного избавителя. Ну, в общем, все идет по кругу. Россия катится по кругу. Все нормально. Все в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова